Всем привет! Сегодня я продолжаю делать обзорные видео недорогих помадок для бровей. Недорогих я имею ввиду бюджетом от 4 до 10 долларов максимум. Я уже делала более подробный обзор о таких помадках популярных как Maybelline to Browl, L'Oreal Paris Paradise Ecstatic, а также NYX Tainment Fray. Можете посмотреть все об этих красавицах. А сегодня в студии у нас будут такие помадки как от Evelyn Cosmetics, от Luxe Visage, от Makeup Me, корейская марка, а также еще одна помадка от NYX, которая называется Deep Shape Go. Итак, помадки для бровей на сегодняшний день самые интенсивные и смываемые средства, в отличие от карандашей или туши, вы можете делать с бровями абсолютно все, заполнять, фиксировать. Не все помадки фиксируют, в основном множество заполняют. Вот и естественно это самые стойкие средства для бровей на сегодня. Я еще раз напомню, что я пользовалась многими помадками, также дорогими. Это дает мне возможность более всесторонне оценить сильные и слабые стороны той или иной помадки. Ну что ж, поехали! Итак, Evelyn Cosmetics Eyebrow Pomade. В видео используется цвет Duck Brown, темно-коричневый. И это очень большой объем, как для помадки для бровей, здесь аж 6 грамм продукта. Обычно в помадках от 2 до 4 и у этой помадки смешная цена 4 доллара. Это самая жидкая помадка, которую я пока видела. Не в том плане, что она течет, она очень легко набирается на кисточку, прямо как вазелин и ее очень легко перебрать. В большинстве случаев у помадок восковая и плотная текстура, у Evelyn же помадки больше, как я уже сказала, вазелиновая текстура. Сначала это мне понравилось, но с другой стороны эта помадка быстрее и закончится, ее очень много набирается сразу на кисточку, поэтому увеличенный объем в баночке в принципе оправдан. Кисточка, конечно, здесь никакая, но если вообще нет ничего под рукой, то и это сойдет, тем более, что она входит и так в низкую стоимость помадки. Недостаток помадки в том, что она дает накрасить брови в течение 2-3 минут, а вот потом она уже настолько затвердевает, что кисточка, на которой осели остатки помадки, становится дубовой. И получается, что кисточку нужно чуть ли не после каждого раза мыть, потому что второй-третий раз дубовой кисточкой красить брови неудобно. Волоски бровей эта помадка не фиксирует, волоски могут опускаться в течение дня, поэтому нужен дополнительный укладочный гель. По стойкости у меня не возникло никаких вопросов к этой помадке. Она спокойно держится до конца дня, да, она блекнет, но как любая другая помадка, может быть, блекнет чуть больше, как дорогие аналоги, но тем не менее, под конец дня у вас наведенные более или менее яркие брови. По пигменту так и чесался язык что-нибудь съязвить, но делать этого не буду. У нее цвет темно-коричневый немного холодит, как для моих ожиданий для темного коричневого, но понятно, что у каждого ожидания субъективные. Но не могу ничего сказать, не могу сказать, что помадка выглядит ненатурально, сейчас она у меня на бровях. Я думаю, что те, кто любит более темные брови, найдут эту помадку очень даже симпатичной. Когда будете открывать помадку, чтобы наводить брови, не срывайте, не отдирайте вот такую защитную фольгу, оставьте ее, это будет дополнительная защита от пересыхания помадки в тот момент, пока вы красите брови. Пока наводите, закройте ее этой фольгой. Кстати, это очень удобно, не нужно искать крышечку возле себя, если она куда-то закатилась, пока вы красите брови. В общем-то, жаль, что многие бренды так не делают. Это у Evelyn очень даже неплохой лайфхак от пересыхания. В конце видео я скажу о том, какая помадка мне понравилась больше всего и что бы я порекомендовала, но забегая наперед, скажу, что Evelyn это удивительное сочетание цены и качества. Итак, следующая помадка это Luxe Visage Brow Bar. В видео использовался цвет brown, коричневый. Помадка белорусского бренда, которая произведена в Польше. Почему-то от белорусской косметики я ожидаю то, что она должна производиться в Беларуси, что будет давать ей абсолютно конкурентные цены. Но цена у этой помадки 4 доллара, не так, чтобы она сильно отличается от Evelyn Cosmetics. То же самое. Помадка идет просто в баночке без упаковки. Цвет прямо чуть ли не черный, темнющий. Такое ощущение, что пигмент добавили какой-то темный, да потемнее, да и ладно. Полнейшее несоответствие цвета. Обычно бывает, что у марок темно-коричневые, там темно-коричневые оттенки, у кого-то чуть светлее, у кого-то чуть темнее, но здесь она просто откровенно чуть ли не черная. Приходилось наносить ее аккуратно, чтобы не затемнеть брови. Конечно, помучившись и растушевав ее прилично, на вид вроде как даже ничего получается, но это нужно сильно стараться. Эта помадка проходит мимо меня, не зацепив ни цветом, ни ценой, ни ничем одним словом. Evelyn помадка, о которой я говорила выше, нравится мне намного больше, тем более, что уже там включена кисточка, та же фольга от пересыхания, та же упаковка более-менее какая-никакая. Вот так. А мы переходим к следующей помадке от бренда Makeup Revolution. В видео я использовала цвет Duck Brown темно-коричневый. Makeup Revolution это известный британский бренд бюджетной профессиональной косметики. Хотя, после таких марок, как Evelyn Cosmetics и Luxe Visage, вряд ли можно назвать помадку бюджетной, с ценой 10 долларов и объемом аж 2,5 грамма, но зато с кисточкой. Кисточка здесь не высший класс, но для начала, в принципе, пойдет. Сделана она более-менее аккуратно и сделана она также удлиненной для более удобного нанесения. Я покупала темно-коричневый цвет. Это оказался неожиданно теплый оттенок. Я не люблю оттенки, которые откровенно теплят, но при этом он, в принципе, гармонично, достаточно даже симпатично смотрелся. Пигментированностью помадка тянет больше на Medium Brown, нежели на Duck Brown. Как только начинаешь пользоваться, у помадки густоватая текстура, и поначалу она набирается и размазывается по руке, в принципе, легко. При нанесении и растушевке на бровях она оставляет немного полозьев, но это, хоть и заметно, но не критично и поправима растушевкой. Помадка же выделяется тем, что она достаточно ярко сохраняет пигмент до конца дня. Посмотрите на фото, пожалуйста. Но, но! Эту помадку постигла та же участь, что и помадку Nix Time & Frame. Она очень быстро высохла. Я и даже не так часто пользовалась, как той же Nix Time & Frame и полтора месяца этой помадки хватило для того, чтобы высохнуть. Последние недели я уже еле-еле могла наскрести на кисточку. Текстура ссохлась и помадка даже отстала от краев баночки. Настолько она стала сухой и она превратилась во что-то среднее между тенями, из которых не убрали лишнюю влагу или же между какой-то густящей густящей массой. В общем, при всем моем уважении цена далеко не низко 10 долларов. Это вам не 4 доллара. Объем всего лишь два с половиной грамма, да еще и сохлась быстро через полтора месяца. Но пигмент симпатичный, в принципе, не сильно яркий, но тем не менее. Если готовы разбавить, можете покупать ее, но это не мой вариант. Ну и наша следующая помадка, это помадка для бровей Deep Shape Go от марки NYX. Чтобы начать пользоваться этой помадкой, нужно сначала разгадать пазл. В одном месте указано, что нужно открутить, а вот дальше самое смешное. Помадка разбирается на какую-то кучку маленьких деталей, которые начинают просто разлетаться от тебя на столе, как кусочки ртути от разбитого ртутного градусника стеклянного. Сходу не сразу понятно, вообще с чего тут нужно начинать, как наносить ее на брови. На самом деле, вот в этом малюсеньком дюбичке находится помадка для бровей. И здесь аж 1 грамм помадки. Ну ладно, 1,2, не буду наговаривать. Вот ее сестрички NYX Timon Frame. Помадку NYX Deep Shape Go отличает то, что последняя имеет более жидкую, более гелевую текстуру, нежели помадка NYX Timon Frame. Она более послушная, покладистее размазывается по руке, например, перед тем, как вы начнете красить. На брови она наносится, в принципе, достаточно легче, даже немножко, чем NYX Timon Frame. Есть какие-то единичные полозья, но они, в принципе, закрашиваются повторным проведением кисточки с помадкой. Все бы хорошо, но уж очень этой помадки мало. Она закончится намного быстрее, потому что она более жидкая, более гелевая. Ее набирается на кисточку больше, чем той же NYX Timon Frame. И при этом кисточка, погружаясь вот в этот маленький тюбичек, набирает помадку только на свой острый носик. То есть, помадка по факту получается на вот этом маленьком остром носике, этой малюсенькой кисточке. И, в общем-то, потом уже нужно будет потратить чуть больше времени для того, чтобы ее как-то равномерно распределить по бровям и как-то орудовать этой кисточкой. Тон почему-то не совпадал с заявленным Ash Brown. На сайте те картинки, которые на сайте у NYX указаны картинки, абсолютно не совпадали с тем, что есть у меня. Рыжий, светлый, коричневый. Ash Brown и рядом не стоял. И следующая помадка для бровей, это от корейского бренда Makeup Me Professional. Объем хороший, это 4 грамма, недорого, 5 долларов и продукт не испытывался на животных, cruelty free. Все остальное, гамма цветов, мягко сказано, странная. Я покупала оттенок 9 из тех возможных, которые были в интернет магазине. Самый подходящий, но это был какой-то оттенок рыжий красного чернослива. Я даже не знаю, как его точно описать. Текстура в баночке ужасно зернистая, она сразу отталкивает тебя от пользования этой помадки. И сама текстура сухая, но в принципе после рыжий красного чернослива и супер зернистой текстуры в баночке, уже меня дальше не сильно беспокоила, сухая там консистенция или не сухая, потому что пользоваться ей у меня не хватило. Это уже для негативного впечатления. Итак, как вывод, что бы я хотела сказать. Мне немножко неудобно перед большинством помадок за тот шквал критики, который я на них обрушила. Но вы знаете, сегодня настолько конкурентный рынок косметики, что, например, я бы два раза подумала, делает ли мне не очень красивый пигмент, или делает ли мне такую текстуру, которая быстро закончилась, или делает ли мне, например, 1 грамм аж за 10 долларов и так далее, тому подобное. Клиент сегодня очень разбалованный и очень капризный. Так вот, моей рекомендацией на сегодня будет помадка от Evelyn Cosmetics. Это удивительное сочетание невысокой цены и хорошего качества. Здесь сочетаются большой объем, достаточно симпатичный пигмент, даже кисточка в комплекте, даже эта помадка идет с упаковкой. И, в общем-то, все базовые характеристики здесь присутствуют. Поэтому покупайте, не должны пожалеть. А на этом я прощаюсь с вами. Я буду очень рада, если вы подпишитесь на мой канал. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите мне комментарий и до скорых встреч. Пока!